Какая же тема сегодня? А тема такая, что неудобные, неизвестные какие-то приемы, они могут явиться отличным ключом к успеху для того, чтобы выигрывать в поединке. Прежде всего поединке. Не буду говорить сейчас про бой со многими противниками. Вот давайте лучше про поединки. То есть, когда против одного противника идет бой. Вы знаете, здесь стоит обратиться к тому, как искусства боевые развивались и формировались. А почему были различные школы и направления, почему их было огромное количество. Территория. Территория и невозможность эту территорию быстро перекрывать. И, соответственно, нехватка и невозможность быстро обмениваться информацией. Поэтому, как я уже раньше говорил, в одной деревне один мастер с одной школы и другой другой. И в зависимости от какой-то эмпирики, от собственного опыта, от каких-то анатомических особенностей. У этого человека, в школе его, формировался какой-то определенный, если не стиль, то какая-то определенная направленность его действий. Он как-то по-особенному делал, например, какую-нибудь вещь. Вот в одной деревне били ногами только в колено, не выше. А в другой деревне вот человек оказался, который, ну, как сказать, обладал растяжкой лучшей. И он, соответственно, бил, мог ударить ногой по голове. И, разумеется, те, кто этого не умел делать, те, которые это мучились у первого, не были готовы к тому, что вдруг после двух ударов по голове руками, третий удар полетит неожиданно по голове ногой. Понимаете? И отсюда, соответственно, формировалось какое-то направление, какая-то школа. Кто-то делал сам ставку больше на руки, кто-то на ноги, кто-то локти применял, кто-то колени. И вот это вот все, как бы, разное давало определенные преимущества перед теми, кто этим не владел. В свое время и каратэ, когда появилось, стало завоевывать весь мир, это именно потому и произошло, что люди впервые познакомились с такими боевыми системами, где могут ноги зарядить по голове. Конечно, если к этому не готов, это неожиданно, или по ноге, то это работало хорошо. Почему сейчас сам стало хуже работать? Тоже потому, потому что все готовы, и нет ни одного вида боевых искусств, где используются руки и ноги, где бы не применяли одинаковые приемы практически. То есть, круговой удар ногой применяют абсолютно во всех видах боевых искусств, где есть ударная техника ног. Понимаете, да? Может быть, каких-то других нету, но с круговой и прямой, на правилах, есть везде. То есть, типа фронт-кика и хай-кика. Ну, хай, мидл или лоу. Ну, а проще сейчас, если по-японски, то этот с Маваши Герри, Гедан, Чудан, из Джудан и Май Герри. Ну, все это есть. Везде. И поэтому, собственно говоря, все бойцы к этому практически готовы. Любой боец готов от другого такой удар, в общем-то, не то, чтобы получить, но готов, что против него противник такой удар может самим применить, такой прием. И поэтому худо-бедно, даже если не владеешь такой техникой, но отлично понимаешь, или хотя бы хоть как-то сталкивался с этим, можешь среагировать на это. Но человек не видит то, что незнакомо. Понимаете, вот, например, на поле, на каком-нибудь, вы можете не увидеть дикого кота Манула. Во-первых, потому что, например, вы его никогда не видели. И он может быть прямо перед вами, или, например, выводок тетеревов. Они будут прямо под ногами. Вот у вас сроги лежат, но если вы никогда не видели их, вы и не увидите. Может быть, вы там удивлялись, как вы заходите в лес с опытным грибником, и он тут же грибы начинает находить, а вы не находите. И только потом, когда вы уже увидели один, другой, третий, вы начинаете тоже все это дело видеть. Понимаете, вот и здесь то же самое. Когда какие-то приемы постоянно применяются, вы их начинаете чувствовать, понимать, упреждать их по малейшему движению противника. Потому что он выдает началом действия какое-то будет действие. И скрывать уметь это, это величайшее искусство. Но это невозможно, если вы очень-очень опытные, миллион раз видели, как в разных исполнениях у разных людей начинает сама ваша герри или моя герри, то вы среагируете все равно. Худо, бедно, но он уже не попадет туда, куда хотел. Вот давайте теперь и разберем дальше, что же я тут проанализировал и что, значит, увидел. А увидел я вот что. Идет какой-то турнир или, я не знаю, или какой-то фестиваль. И выходят два бойца, значит, из исторического фехтования. Историческое фехтование, как бы некоторые люди в этом не понимающие, если бы не говорили, что это чисто такая реконструкция, это клоуны, это неправда. Конечно, бои бывают и постановочные, но это равно, как и в любых видах боевых искусств. Но если это соревнования, то на самом деле там все происходит, ну, очень прям по-настоящему. То есть там все настоящее. И доспехи, и снаряжение, и вес оружия, абсолютно. И щиты, все. И дерутся они тоже по-настоящему, за одним простым исключением, что оружие не боевое. То есть оно не заточенное. Им нельзя заколоть, им нельзя разрубить. Но как дубиной хорошей мечом огреть по шлему можно, и такое очень часто бывает. То есть там иногда бывает и кровь, ну, не знаю, не проливается, и руки ломают, и чуть ли не отлетают, не пальцы рук. Ну, тоже, понимаете? Потому что это достаточно серьезная вещь. Весьма. Так вот. Выходят два бойца. И, конечно, они оба абсолютно готовы к тому, что сейчас каждый из них будет применять те приемы, которые используются при бое с оружием. Но еще не успевает завязаться бой, как один из бойцов делает выпад мечом, перекрывается немножко щитом, потом откидывает тело маятником назад и наносит хайкик. Ну, это Маваш и Геррисом Джудан в голову противника. И тот благополучно пропускает этот удар ногой, которая в доспехах. Там есть эти поножи. То есть фактически металлическим щитком получает по боковой стороне головы, ну, там, конечно, тоже закрыто кольчужников, шлем или что-то еще. Но, тем не менее, он сразу в инокдаун уходит. Ну, тот его сверху добивает ударом щита и мечом еще. Если бы не судья, то он бы там, наверное, месил бы дальше, пока тот шевелиться не перестал. Ну, то есть там тоже это судейство определенное есть. Понимаете, пропустил. А почему пропустил? Удар-то немолниеносный был. Он не был к нему готов. Он его не ожидал. И сколько бы ни говорили там, особенно бойцы, которые с оружием работают, говорят, когда ты с оружием работаешь, тебе пофигу, кто против тебя выходит. Копейщик или мечник или скама человек. Ты должен там держать дистанцию, определенную зону, в эту зону никого не пущать. И она говорит, да нет, ребят, ну это все работает, если ты это видишь. Если ты понимаешь, чем туда залезть можно. Но если ты этого не понимаешь, никогда этого не получится. Ну, или никогда, в самом деле, случайно получится. Может, кто-то более там одаренный может оказаться. Там, ну, реактивный более. Тогда он может лучше защититься. Предположим, не получил бы такого чистого удара по башке. Но на самом деле-то, видите, получил. И вот так это действует. И причем, знаете, тут даже не суть в том, что он не был там готов к удару ногой, например. Да нет. В историческом фехтовании есть удары ногами. Там очень часто бьют ногой в щит или в грудь, для того, чтобы противник потерял равновесие, баланс. То есть, например, наносят рубящий удар самоги сверху, противник подставляет вверх щит, и ему пинают в живот или грудь самоги ногой. Или колят противника в грудь, он закрывает грудь щитом, и тут же наносится туда сильнейший пинок, а потом сам сверху накрывают его отмечом. Понимаете? Когда он уже падать начинает. Вот так это работает все. То есть, он к этому готов. И от этих ударов он бы защищался, и у него бы наверняка все отлично получилось. А вот отмава Шигери по голове он защититься не сумел. Вот так. И понимаете, да, это, конечно, вроде казуистика. Такой редко увидишь в этом фехтовании, ну, вот историческом. Но именно эта вот редкость, она как раз в данной ситуации не подчеркивает какую-то именно казуистику, там, исключительность. Она, наоборот, очень даже закономерна. Именно потому и получил удар, закономерно пропустив его, что этот удар не применяется. Вот так же это все работало и в школах старых, ушу, карате или где-то еще. Одни только, там, прямой удар пинали ногой, а другие еще вот овладели, там, ударом, ну, боковым ногой по голове. Ну, все. То, что касается техники рук или, там, локтей. Одни клинчи сразу шли в обхват, а другие в обхвате могли нанести сильнейший удар с локтем в лицо. Как в тайском боксе, например, в клинче часто бывает. И если противник к этому не готов, вот, например, я абсолютно точно знаю, что большинство боксеров совершенно в клинче не знают, как может влететь реально локоть. То есть, у них эта техника запрещена, они понимают, что это, в принципе, может быть. И они знают, как правило нарушить, но как это делается правильно и четко, не знают. Если они в клинч войдут с мастером тайского бокса, который будет хорошо локтями работать, он туда в разрез очень легко пихнет прямой удар локтем. Именно не боковой какой-нибудь, не круговой, а просто в сагитальной плоскости дальше просунет руку и будет нокаут около канатов. Либо в середине ринга прямо. Я такое видел и не раз, на самом деле. Потому что не готов. А тайцы проигрывали, наоборот, в свое время очень много боксерам, если обмен шел на руках на средней дистанции. Потому что боксом они владели хуже, не понимали, как это комбинаторно руками можно так лихо работать, еще применять одновременно с этим уклоны и нырки. Для них больше была характерна одиночная техника, ударов руками, вообще комбинаторики не было. Сейчас вот встали. И понимаете, вот именно из-за того, что кто-то что-то не умеет или не знает, или знает, но не умеет, не хочет обучаться этому, он становится уязвим. Я видел поединок, да и вы наверняка видели, где ну, то ли в ринге даже, по-моему, по каким-то смешанным правилам встретились бойцы один из кикбоксинга, наверное, скорее всего, а другой из КПР. Боец из КПР довольно быстро нокаутировал своего визави. Почему? А он двигался очень необычно тому, который был из кикбоксинга. Был совершенно непонятно, что с ним делать, потому что тот, можно сказать, на четвереньках всю дорогу бегал, то есть его фактически боксировать на руках было невозможно, его можно было только пинать, потому что он весь находился на уровне ниже пояса, что называется. Но тот был к этому готов и постоянно перемещался. И оттуда умудрялся бить удары высокие ногой по голове и все такое прочее. В итоге один из таких вот вертушек таких у него замечательно точно прошла, и он нокаутировал своего противника. Почему? Потому что тот не был готов к такому поведению, к такой манере ведения боя. Я вполне допускаю, что крайне неудобным противником будет какой-нибудь боец из уши из стиля, ну, там, так сказать, обезьяны, который будет тоже где-то постоянно на четвереньках бегать под ногами. Причем сделать это настолько ловко, как некоторые люди на двух ногах перемещаться не могут. С таким бойцом очень трудно вести бой по одной причине, потому что он тут же, еще ничего не начиная делать, резко сокращает арсенал технических действий, которые можно применять против него. Ну, если он все время низко, он весь ниже пояса, его только ногами, получается, можно бить. Понимаете? И только низкими. Все. То есть нельзя ни на руках, самки, боксировать, нельзя как-то к нему определенным образом, сам, подойти. А он все время готов, чтобы, ну, к нему подойдут. Ровно такая же тема у бойцов бразильского джиу-джитсу, которые садятся на задницу и, будучи, самки, готовы к тому, что их будут бить только ногами, в общем-то, по идее, ну, практически всегда, или какой-то, они готовы тут же за эту ногу захватиться, между ногами влезть, завинтить, закрутить, что-то там заломать. Например, выкрутить пятку или что-то такое сделать. Понимаете? Вот так это работает. Если этого не понимать, то вы просто не въедете, что ж такое произошло, противник только что стоял перед вами, вдруг он как-то кувырком как-то покатился, раз, и вам уже сломали ногу. Вообще-то длится секунды.